Привет, друзья! Я Андрей Лаптев. Сегодня расскажем вам всю правду об эпидемии, об вкладах на будущее, о работе с храмом Энни, обо всем. Поэтому давайте начнем с того, как была основана эпидемия. Она была основана мною в 93-м или 94-м году, когда я занимался в доме творчества школьника. Это было где-то, потому что не было репетиционных бас, и отводило 40 минут, чтобы играть какие-то песни, выдавать свое творчество именно в кружках. Вот там я собрал свой первый коллектив, еще без Юры, и позже искал гитариста, и мне помогли найти гитариста. Юра приехал на прослушивание, и мы как бы начали рубить. И пошли репетиции долгие, потом первый альбом, второй альбом. Как бы мы с ним вместе занимались напополам. И как бы он творчеством, я всем остальным. И на репетициях песни некоторые делали вместе. До где-то 2002 года. Потом мы поругались и немного разошлись. Я хотел альбом выпустить еще после 2004 года, но просто не было денег, не было финансов, и поэтому оставалось лишь писать материал. Возможность выпуска появилась где-то, наверное, после 2010 года, когда мы записали барабаны, некоторую сумму, как бы, соответственно, на это выделив. И после этого забили на 4 года. После посещения концерта эпидемии мной в 2014 году, как бы, я был под сильным впечатлением, и решил выпустить сингл, а потом сам альбом. Изначально он назывался «Битва у богов», но от всего этого хейта, наоборот, хотелось от всего этого говна уйти и сделать что-то другое. Поэтому название переделали. Над альбомом работали очень многие люди по авторству песен. Оно было практически мое, за исключением того, что три песни на альбоме, они были с авторствами написаны. И с таким человеком, который играет в «Ласкало», это Петр Издаков. Мы вместе с ним сделали несколько песен. Уже были готовы на тот момент у меня песни, такие как «Жизнь без тьмы», «Честь королей». Остальные песни мы сделали вместе. И пришел Летников, который принес припев «Вечные ночи». Я доделал куплет. И вот так вот получилась песенка «Вечная ночь». И после этого мы нашли студию, решили там у Павла Бличенко записаться. Но как бы финансов не хватило. Вложились мы в это как бы все. Правда, я чуть поменьше финансово, остальные побольше. Ну и поскольку Паша не отдал деньги, значит, вот так получилось, что попытались их снять с меня. Я отказался, сказал, что я не отдам эти деньги, потому что я их не брал, и никогда у меня их и не было наличкой. Остальное все, вот то, что я смотрел в последнее время, это была как бы просто ложь. После этого, значит, они решили хипануть, и, видимо, хипанули, назвав себя авторами. Лукашева я вообще видел два раза в жизни. Один раз я его видел, значит, когда он ко мне домой пришел с Ездаковым, познакомились. Он хотел «Битву богов» песню сделать, и в итоге, которая уже была сделана, пронажировки все было сделано. После этого я его видел один раз на репетиции, когда мы репетировали с Ищенко из Катаршица. И все, больше я Лукашева в жизни никогда не видел и не общался. А вот спустя 15 лет они появились, и, значит, пытаются, видимо, на хейте как бы вылезти. Я считаю, это неправильно, потому что если бы были ко мне какие-то претензии, предъявы, они в течение 15 лет обратились бы ко мне. А что еще? Юра Мелесов – это кто? Приятель? Юра Мелесов, на самом деле, не-не, Юра Мелесов был, Юрий Мелесов был другом, наверное, потому что мы очень, как сказать, плотно дружили, ездили на дачу друг к другу, там, тусили вместе и выпивали, и все такое, и все такое. А после этого, как бы, после того, как, после 2002 года, как бы, вот начались разногласия, потому что Юра начал меня, как бы, ну, скажем так, потихонечку за глаза поливать, как-то так, дипломатично, и все это вот вылилось в то, что на сегодняшний день, как бы, это, как бы, есть. Потому что я считаю, что все вот эти вот хейты, которые сейчас происходят, они идут не только от моего характера или от моей, там, взрывной натуры, но они изначально идут именно оттуда, корни вот именно идут оттуда, потому что уважение к человеку, уважение к человеку, адекватное уважение должно идти оттуда изначально. И у некоторых людей его нету, и оно именно, как бы, как я считаю, по корням идет оттуда. Возможно, я добавил что-то от себя, там, может, как-то неправильно себя вел, но я считаю, что нормальные люди, если бы они не были бы так настроены, они бы хорошо относились, как относится, собственно говоря, ко всем. Вот такая вот история. Твой главный, так сказать, хит, на твой взгляд, затерянный храм. Ой, мне нравятся знамения зимы, нравится солнцевосход, откровенно говоря, вот честно скажу, потому что песни, они, я считаю, что они получились самые лучшие, наверное, потому что остальные песни, они как-то переедаются. Я не могу сейчас сказать точно, не все люблю песни, я люблю все песни, например, практически эпидемии, которые мы делали, я в храме не люблю все песни, которые мы, как бы, старались от души все это подать и сделать. Вот, и вот как получилось, так получилось. Я думаю, что мы все-таки их в будущем пересведем, сделаем какой-то ремастеринг и попытаемся сделать в нормальном качестве, так как все-таки звукорежиссер их, скажем так, подпортил. Хотя, в принципе, Морозу понравилось на Мороз Рекордс, я ничего могу сказать. На твой взгляд, ты вот играл и с Окуневым, и с Самосла, там, золотой состав эпидемии, в твоем понимании? Это мы с Самослатом, все вместе, то есть Бушуев, Мелесов, я, Самослат, Князев. Именно вот этот состав, который был, «Загадки волшебной страны», он является, как бы, мне кажется, золотым составом, потому что именно тогда было МТВ, появилось, то есть нас как бы видели именно миллионы, действительно миллионы увидели. Это вот именно в том составе, когда было МТВ. И вот это было круто. Конечно, вклад в группу эпидемии у каждого есть, наверное, свой, абсолютно свой, но просто нельзя других людей принижать, как бы делать их, как бы не учитывать их заслуги. Вот это самое главное. Я считаю так, что то, что нету сейчас контакта с эпидемией, ну, с МТВ мы общаемся, перезваниваемся, даже видимся, а вот то, что нету контакта с остальными, это причина того, скажем так, неправильного настроя, который был еще при первых гастролях в Киров, эпидемии. То есть это вот именно было тогда все началось, потому что Мамонтов, потом еще остальные, все друг друга вот так вот узнавали про меня, и вот отношение, оно складывалось именно оттуда. При этом Юра Мелисова оставался дипломатичным, и тут, и там. Вот единственное, что могу сказать. И я на интервью смотрел, что я собирался делать на фоне хайпа какой-то альбом, я вообще не думал об этом, какого там хайпа. Я еще хотел 2004 выпустить в году, но просто вот не получалось. Поэтому... А может, пару слов о первом составе эпидемии, именно с Окуневым? Почему вообще Окунев ушел больше, чем вообще? Ну, вообще на самом деле было как. Окунев на последнее время стал на репетиции ходить, скажем так, вообще не ходить стал. Или приходить с какими-то там левыми людьми. Ну, скажем так, он халявить стал на концертах, петь уже стал плохо на концертах. Ну, может быть, из-за этого. Я к Юре подошел и сказал, Юр, давай его выгонять, короче, и все. Как бы это уже неинтересно. Каким-то образом он узнал об этом и, значит, решил уйти сам. То есть, получается, фактически он вроде как сам ушел и вроде как его ушли. Но это реально правда. А вот мы с ним не общаемся, хотя бы друзья в ВКонтакте. Именно, может быть, тоже по той причине, что я говорил правду. В принципе. А с Юрой они всегда, скажем так, он бухал за Юриевым счет всегда, поэтому они, может быть, там и сошлись на тот момент и общаются. Вполне, может быть, из-за этого. Может быть, у него какой-то хайп нужен, я не знаю. А как вообще записывались эти альбомы? Качество там не очень. Как они распространялись? Я просто помню, ты их даже бывал, приходил на концерт Арии, да, и пытался раздать. Ну, я загадку раздавал, ущерб себе. Я на морозе брал диски, просто-напросто их не продавал и как бы раздавал. Реально раздавал. То есть, мне тогда не было интересно, ну, как бы вообще никакая финансовая сторона. Я просто их отдавал. Увидел, что там идет майки Арии. Потому что так отличались металлисты. Таких групп, как сейчас, вот тогда не было. Тогда был в основном Кипелов, Ария, ну, и больше там. То есть, была тогда Ария, Кипелов не было. Была тогда Ария, и, естественно, так отличались металлисты. В метро или где-то еще. Подходил и отдал, и раздавал диски, скажем так. Вот и все. Вот постепенно так все и шло. Андрей, в интернете очень много слухов о альбоме Феникс, вот этом демо-альбоме. Как он был выпущен? Потому что сейчас гуляют две версии, с белой обложкой, которую Мерисов сейчас выпускает, и с зеленой, которая раньше была у тебя, кстати, тоже. Можешь рассказать, как был записан Феникс, и вообще идея выпуска этого на диск? Ведь это, в принципе, демо. Да, по-моему, Феникс... А я его Вернись назвал, этот альбом я помню. Что-то такое было. Вот. И демо было записано тоже в те времена, на Бабушкинском, мы его записали, и все. И вот, как бы, сейчас то, что выходит, я за этим как бы не слежу. А Ельцов кто такой? Ну, Ельцов это человек, который играл когда-то с Юрой. Я могу так же сказать, что со мной играл Андрей, и там один человек на гитаре, до Юры еще, я тоже могу так же сказать. То есть Юра пришел уже... Я говорю, у тебя есть песня? Он говорит, есть песня. Ну и все. Вот так и получилось. На тот момент. То есть никто никого в группу там... Скажем так, вот... Он меня в группу не брал. То есть как он везде пишет там, как бы абсолютно мы встретились, пообщались и стали как бы вместе уже после этого сотрудничать. Он просто был с песнями. Вот и все. А как родилось вообще название «Эпидемия»? Я насколько знаю, это было не первый вариант на самом деле. Не, не, не. Ну, он дал кассету мне какую-то там, с фильмом посмотреть. Мы там обменивались тогда и кассетами, и там друг друга подсаживали на музыку, там на какие-то группы. Я говорю, давай назовем «Эпидемия». Ну, все. Назвали «Эпидемия». Я предложил, давай назовем. Назвали. Вот и все. Так оно и получилось. Он считает, что это он назвал, например, вот так вот. Вот и весь спор, как бы, который происходит. А вот скажи, почему на «Селиксе» поет Юра, а не кто-то другой? Ну, а он пел, а некому петь было. Он тогда пел один, кто... Там некому петь было. Не было вокалиста, и он пел. А ты был доволен у него вокалом или нет? Да я как-то... Я вообще был, как бы, знаете, позитивно доволен. То есть я был доволен позитивно в том плане, что, как бы, да, что есть групп, что мы играем, и все, там не задумывались. Потом ему тяжело стало, видимо, играть, и он петь, и он решили, как бы, взять вокалиста. На, кстати, на концерте «Легиона» в 90-м каком-то году. Вот Сокунив, он там познакомился, и Сокунив пришел. Тогда был фанатом Диккенсона. Вот. И вот тогда вот мы с ним познакомились. А первый концерт «Эпидемия» и первый состав на этом концерте? Артем Смирнов, я, Андрей Манько, Юра, больше не помню. Щербаков, наверное, Дима, не помню уже точно. То есть на первом концерте пел Юрий? Да. Он пел на всех концертах, пока не нашли Окунева. То есть Окунева нашли где-то в 96-м году, наверное, в 97-м, вот так, промежуток, когда и выпустили первый, ну, скажем так, мини-альбом. Альбом. То есть получается два года как минимум концертной деятельности был вокалист Юрий? Ну, первое мое время, почти год мы сыгрывались, мы играли очень долго, репетировали, мы нигде не концентрировали, нигде не играли, не было концертов, не было концертной деятельности. И мы просто, да, мы год где-то играли, без, ну, скажем так, без вокалиста, то есть Юрой. Юра пел. Слушай, а вот смотри, выпустили храм Эни. Я знаю, что на первом демо-варианте там даже пел в Стыров где-то. Почему? Стыров приехал, Стыров ко мне приехал просто записать демо, посмотреть, что получится. То есть я позвал просто спеть демо, попросить, как выйдет демо. Ну, он, по-моему, с восходом не вытянул. Но вытянул в вечную ночь, хорошо получилось. А почему не стали оставлять Стыров? А потому что это была демо-запись, просто записанная дома на компьютере. Пришлось все гитары, там же старые гитары все были, и пришлось переписывать все заново на студии. Тогда мы переписали, значит, был у меня музыкант, с которым мы работали, Павел его звали. И Кладиев, Павел. И мы вот эти вот гитары, которые были, пришел Боров и говорит, блин, надо переписать. Потому что вот и я, и Завидов, и Боров сидели, говорит, нет, что-то вроде нормально записано, но вроде не так. Ну и решили переписать все гитары. То есть Боров вокал записал, думал, ну и как бы решили все гитары переписать. Переписали все гитары, и заодно бас. Кстати, которого плохо слышно на альбоме. По какому принципу выбирал вокалистов для ралей? Ну, вокалисты были, поскольку это была Битва Богов, пришлось переделывать роли, пришлось переделывать партии. И некоторые партии, например, как вот Нежелей, где по идее должен был петь главный вокалист, мы сделали Боров, потому что больше похож. Больше похожа, больше его стилистика. И пришлось перелопачивать, как бы, ну, сам сценарий. Потому что, как бы, понятно, что меняешь вокалистов, надо менять сценарий. Поэтому получилось немножко кривовато. Ну, я думаю, в следующий раз надо будет уже более плотно сделать все, и, как бы, чтобы больше подходило под бокалы сценарий. А вот скажи, Булгаков, я так знаю, ты всегда считал очень хорошим вокалистом. Для тебя это было обязательно цель, чтобы он пел? Да нет, наверное, нет. Так спонтанно получилось просто. Он согласился, и мы решили записать. Это спонтанно вышло, как бы, с Булгаковым. Вот сейчас какие теперь планы? Сейчас планы? Сделать сборник сингл с новой песней, сдать концерты, посмотреть, что получится. Ну, и потом, наверное, что-нибудь еще записывать. Поставить, ну, как бы, с новыми песнями полноценный альбом. Ну, и тебя правильно понимаю? Для тебя музыка, это все-таки хобби, ты на ней особо не стараешься зарабатывать? Я не стараюсь зарабатывать на музыке, потому что в нашей стране особо не заработаешь этим. Скажем так, у нас там только один кипелок зарабатывает. Скажем так. И, ну, как бы, наверное, больше хобби, потому что не приносит дохода музыка. Смотри, Андрей, ты Утынку, да, на мой взгляд, это один из лучших эфиров был, очень здорово отвечал на вопрос, получилось все интересно. Многие, да, есть завистники, есть хейтеры, есть там, кто-то пытается на тебя хайпануть, как ты вообще к этому относишься? Это тебя сильно задевает, или ты от этого абстрагируешь? Ну, одно время действительно сильно меня задевало, что как бы хейтеры там как-то чего-то, а сейчас уже стало потихонечку так как-то на спад идти, вот, и как бы, как бы более-менее спокойно стал. Просто каждый человек должен заниматься делом своим, и когда музыканты какие-то в этом начинают участвовать, в хейте и так далее, это уже не музыканты, это уже так, непонятно что. Потому что музыкант, это человек, который никогда, никакие разборки, как Гриша Безугулы, как там, Страйк, они никогда не будут в это лезть. Они всегда будут считать, непосредственно, это как бы, не темой для обсуждения, и все такое. В свое время ты сказал такую фразу, вы делаете мне черный пиар, на твой взгляд, это большую роль играть? Ну, все равно люди обращают внимание на музыку, они, может быть, послушают, посмотрят, и в итоге придут на концерт. Они в любом случае придут на концерт, на песни, на музыку, они не будут идти на черный пиар. Я думаю, что в нашей стране это так. А ты сам не планируешь заняться видеоблогингом? Нет. Я не стараюсь, не, я вот заниматься видеоблогингом, на самом деле не хочу, потому что некогда и нет времени. И люди, которые сидят, занимаются блогерством, просто заняться, видимо, нечем, они пытаются там как-то найти свои силы сиденья в интернете. Вот и все. Я в интернете, поскольку захожу, либо с телефона, либо еще, с компьютера практически не сижу в интернете. Редко очень. А нет желания сделать с Юрой Меллисом совместный камень? Ну, мы хотели сделать с ним проект, обсуждали, как вот повернется в ближайшее время, я не знаю. Если он согласен будет отдать какую-то песню, как он обещал мне, в июле отдать песню, то ради бога, как повернется, так повернется. Песни, которые мы хотели, вот сделать, эпидемия, он тоже считал, что нужно сделать, переписать что-то. И мы с ним обсуждали этот вопрос. Почему бы не попробовать? Если хорошо сделать, то хорошо получится. И, как бы, тем более, песни классные, почему бы их не сыграть и не поугарать на концерте. Кто из музыкантов, когда вы записывали альбом, больше всего тебе запомнилось? Было такое, что кто-то поразил игрой, допустим? Вокалисты были музыканты. Вообще музыканты. Что тебе, о записи своего альбома, вот так можешь сказать, о музыкантах, кроме... Ну, с Булгаковым было приятно, на альбоме было приятно работать с Булгаковым, потому что Леша, он и приятный человек, и с ним, как бы, легко записываться на студии. Вот. Так что вот так вот, наверное, со страйком с Лешей тоже вот было довольно приятно играть. Поэтому есть люди, с которыми приятно работать и тяжело, как шутен Алексей. Поэтому вот так вот. И вот мы нашли, когда последний раз, вот и Сашу Сталина на бас, и он очень, так сказать, офигенно рубит. И барабайщика нашли. А Василия Шиповалова пока, ну, на сегодняшний день пока сессионно, там посмотрим, как дальше будет. Андрей, вот все отмечали, что ты очень харизматичный барабайщик, но в самом деле я очень хорошо помню, ну, ты жёг на сцене, очень здорово. Что у тебя за тяга, больше не садится за барабайщик? У меня всегда тяга была заниматься вокалом, ещё с тех времён. Просто как-то вот получилось, что были концерты, я всегда выбегал к микрофону, всегда что-то пытался там орать, там. У меня не было тяги, сильно заморачиваться на барабанах. Есть вот такой музыкант, например, Джеймс Коток, который играл в Скорпиумсу, да, и играл в сольном проекте, то есть он, например, там пел. Есть Фил Коллинз, есть ещё куча музыкантов, которые, есть даже покойный Стив Ли, который играл в Готхарде, он же офигенный барабанщик был. Ну, и Левс, кстати, тоже барабанщик своего рода. Поэтому и как бы петь, больше, наверное, как-то заниматься этим, больше нравится. Я долгое время тоже занимался, пытался заниматься пением, и, ну, так как-то получается вроде. Студия, она очень хорошо управляет на студии, а альбом, когда мы записывали, хромение, там, его было тяжело записывать, всех уже всё задолбало, хотелось бы быстрее сделать, по продюсированию вокала вообще тяжело было. Тут-то как бы, если что-то записать, тут может собезьянничать, это, кстати говоря, очень хорошо скажется на том, что на практике в итоге. Потому что студия, она управляет всё-таки на студии. Хоть одну песню запишешь на барабан? Ну, как получится. Как получится. Может быть, запишу. Поэтому, как бы, в любом случае, видео будем записывать, как мы там записываемся и так далее. Я думаю, что это, вообще это будет задокументировано. Может быть, сделаем какой-нибудь, скажем так, общую вот после вот этого сингла, там, сборника, не знаю, как получится, сделаем. Может быть, какой-нибудь видеоматериал, правильно, со студией, как-то назовём там, какой-нибудь там, золотая книга дракона. Ну, и так, в шутку. Что-нибудь такое. Ну, будет нормально. Или золотая летопись, хромая, или что-нибудь такое. Андрей, вот на твой взгляд, что сейчас ждёт дальше твою группу? Какие сроки у тебя есть? Или пока будет... Хотелось бы осенью сделать концерт, действительно попробовать, что получится, и в каком-нибудь клубе. Но оттуда отталкиваться дальше. Вот так вот. Название какое будешь? Название? Такое было. Ну да, какое было. Уже выпущено название, выпущен диск. Поэтому попробуем, что получится. Я думаю, что ничего плохого не будет. Не обращать внимание на хейтеров, а делать своё дело. Тогда вот отличие сказали, давайте заключение. Скажи, наверное, пару слов таких, ёмких. Вообще поклонникам музыки можешь пару хейтерам добавить? Ой, хейтеры, забавные люди, на самом деле. пытаются выдумывать какие-то вещи, а о себе узнаёшь. Так ли не были лица бывает, за которые они считают, что это правда, и не всегда является так, как есть. А поклонникам эпидемии, поклонникам музыки, рок-музыки, надо слушать музыку. И мне кажется, всегда я говорил об этом, не влезать в разборки музыкантов. Музыканты разбираются между собой, а поклонники ходят на концерты и слушают музыку. Вот и всё, что нужно делать. Как раз вопрос назрел отдельным блоком, куда мы вставали. Можешь рассказать о группе Эл Эпидемия, она же так, по-моему, называлась, в этом составе, и что не пошло, кто встретил? В сети есть ролик, у тебя Ташкевич, по-моему, даже поёт. В общем, после того, как у меня с Эпидемией косяк произошёл, такой, не очень хороший, ссора произошла с Эпидемией, и больше это было со злостью. Взяли, сделали концерт, надо было на что-то записывать. Был материал, тогда был материал, действительно, ребят. У меня не было материала на тот момент, тогда был материал, ребят. Мы его сыграли, на концерте сделали, и разошлись. У меня не было желания вообще тогда что-то записывать. Никакие альбомы, ничего. Хочется, хотелось какое-то время отдохнуть. Поэтому мы, как бы, отрепетировали, сделали какой-то концерт, и после этого разбежались. То есть, абсолютно не было. Демо было какое-то, ихнее. И всё, больше нет. А состав можешь вспомнить? Ой, Миша Крайнов, Ян Хламан, Клавишник, я же забыл, как звали. И я, и Тышкевич. Вот весь состав, который был. Ну, на самом деле, забавно было. Андрей, а ты не думал Тышкевича к себе позвать? Что-нибудь теперь? Он правда хорошо забыл за вокалистом. Да нет, надо наоборот раскручивать вокалистов, таких как, например, ну, более-менее из Лига Блюза, вот. Скажем так, очень хороший вокалист, например. Рутюнов Николай. Потому что, например, сын его, тоже неплохой вокалист, но на него, как бы, никто не ходит, скажем так. Ну, вокалист он хороший. Вот. Ну, больше раскручивать, если что-то делать дальше. Но на самом деле, надо делать карьеру вокалиста, карьеру больше заниматься вокалом и записывать альбомы. Может быть, чередовать. Одна опера, один альбом, одна опера, один альбом. Вот так вот. Так это нормально, в принципе, будет. Сколько ты еще планируешь выпустить дисков? Альбом? Ну, альбомов или опер вообще есть? У тебя план какой-то? Ну, я планирую еще в будущем сделать что-нибудь типа опера, но сначала с этим разобраться. Надо сделать сборник этот сингл, выпустить его, презентовать, делать автограф сессии сразу двух, и того, и другого, и после этого уже думать, что делать дальше. Делать концерты, и после этого думать, что делать дальше. В принципе, есть планирующие. Ты доволен продажей мне дисков? Ну, в принципе, доволен. У тебя самого остались? Нет. Диск у меня не остался. У меня вообще закончилось. Надо еще ехать и их доставать. Не думаешь... Последний диск я подарил Мелесову. Не думал ли написать книгу вот именно свою историю эпидемии? Я думал, был бы и вообще... Ну, мысли у меня были написать свою историю эпидемии, но пока они некогда. Жизнь такая насыщенная, что нужно заниматься делами и что-то пока руки не заходят. Я думаю, для первого блока хватит. А потом уставлю... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok